доброе утро мои дорогие а море сегодня вот такое с утра я не могла определиться куда мне пойти и что делать на море сходить или походить я выбрала походить что-то солнышко не было зря я не взяла купальник но ничего завтра приду сюда а море какое обалденное жалею что я не взяла купальник набережной никого нет нет сегодня я решила пройтись давно и не ходила не гуляла не снимала вам красоты мельсина посмотрим какие там изменения произошли а вот и я мои дорогие друзья с каким усердием я сегодня себя поднимала за шкирку как мне хотелось спать этот будильник я готова была выбросить подальше ну вообще как только начала делать какие-то движения вот тогда проснулась иногда я задумываюсь светлана высыпайся кто тебя поднимает ты на работу идешь самолет спешишь на поезд но каждый из нас должен вырабатывать себе дисциплину и не распускаться ведь мы когда начнем расслабляться каждый день это приведет к нехорошим результатам мы тогда захотим и лишнего покушать еще что-нибудь такое покушать выпить нужно всегда держать себе под контролем можно расслабиться конечно воскресенье как сделала это я я например вчера не снимала видео абсолютно у меня было достаточно видео снято я решила отдохнуть я вчера просто кайфовала покушала я один раз и что вы думаете я себе приготовила макароны не так хотелось макароны а ну один раз в месяц я позволяю себе это делать я же тоже живой человек хочется что-то такое макароны ставим с этим с кетчупом кстати ресторан здесь смотрите он уже почти достроен остались внутренние работы какие-то так что вот так вот поела я вчера макароны и приготовила еще турецкую сладость начала после семи буквально 10 минут как она быстро готовится вот я рекомендую вам шип-шак называется у меня нас есть в листе в плейлисте я даже вот здесь вот поставлю ссылочку и вы обязательно посмотрите это видео ну просто так быстро все делается из того что есть главный ингредиент манго и вечером муж пошел отоварился опять мигросе они с этим другом не так нравится что он всегда приходит с чем-то такой хозяйственный стал я салфетки принес эти полотенце затем порошок у нас я ему показала что у нас уже заканчивается вот какое хорошее качество моего мужа я просто говорю так это заканчивается все понятно сразу же принесет я говорю ну давай там на той неделе но вот он все любит делать сразу покупать вот принес порошок принес полотенце бумажные принес мороженое мне как всегда я тоже вчера две штуки утром одной вечером поела ему быстренько покормила и тут вдруг пришел его друг принес мне припасы на хачапури ой как любит хачапури мою сегодня надо прийти и замесить его тесто и испечь хачапури а может и завтра вот такие друзья мои дела у меня я их вчера напоила чаем и занималась своими делами в комнате в своем кабинете все с утра поболтала с вами мне стало легче мне стало легче соскучилась я по моей набережной давно я здесь не гуляла все удачного буду слушать еще раз теорию нейрографики несмотря на то что я получила сертификат я должна постоянно дисциплинировать себя и прослушивать теорию а вот я и возвращаюсь почему потому что одна моя подписчица ой господи так хорошо когда чернешь одна моя подписчица хочет со мной встретиться и увидела сторис мои в инстаграме что я выхожу на набережную бегом тоже мы сколько времени с ней никак не встретимся хотя я не имею представления кто она очень много хотят со мной увидеться но познакомлюсь расскажу вам потом не я одна занимаюсь спортом эти девочки пилатесом занимаются девочки отлично 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 молодцы умнички лето лето жаркое лето друзья мои какая у нас жара но у нас не жарко но у нас не жарко посмотрите на мою притесочку я решила сегодня волосы сами высохли так и я решила их чуть-чуть заплести чуть-чуть заплести ногти уже у меня становятся сильными я такая довольная мой ашкэн пришел с базара хочу показать вам что я вчера приготовила шипша я просто советую вам приготовить как быстро динсатаму базар 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 очень вкусно так сейчас расскажу вам включу свет и расскажу вам что о чем у нас холодильник почти полный кроме фруктов ничего не было поэтому муж купил фрукты потратил 120 лир покажу сейчас начнем с арбуза вот смотрите сюда мы нарезали для еды видите какое и вот сюда мы сейчас вот такой огромный арбуз 12 килограмм сказал муж так что вот мои дорогие тут вчера он купил черешню за 20 лир килограмм фасоль есть вот помидоры есть такие помидоры такие кабачки есть вот баклажан есть про лимоны я забыла ну ничего без лимонов а огурцы он не купил сейчас я ему скажу огурцы у нас хорошо идут помидорчики руккола есть короче покажу что он купил так это столько пакетов на арбуз друзья мои что купил аж кэм он сказал что было картошка и по 6 и по 5 но он купил по 9 тут 3 кг это точно черешня сегодня уже по 13 цена отличная нектарин посмотрите какой замечательный нектарин 10 лир килограмм персики он сказал что купил по 15 яблоки яблоки 10 лир килограмм баклажаны купил по 7 лир и вот это все заплатил 10 он купил нанэ мою любимую нанэ мяту называется друзья он купил тере и купил шпинат по-моему вот я его люблю так вот и майданус ну все сейчас я ему срочно звоню чтоб купил огурцы ставьте лайки подпишись на мой канал не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими всех вас люблю и ценю с вами Светлана Ата ягод и вот все